Рассказ, который я написал, будучи молодым инженером. Перед Новым годом, скоро Новый год, советские люди любили думать, какие дела они сделают в Новом году. И даже вели такие записи. У меня была записана книжка, я там писал дела на следующий год. И мне вдруг показалось очень интересным. Меня тогда еще не печатали, я только писал и был доволен, что я что-то пишу. Мне показалось интересным прочитать такой дневник, который вел человек за свою жизнь. Рассказ так называется «Дела на год». Первая запись в дневнике очень среднего инженера, сделанная в 20 лет. Выучить английский, чтобы говорить на нем так же свободно, как Аркашка. Бросить курить, запломбировать два верхних зуба, войти в сборную города по футболу и с ней объездить все страны в мире. Для начала накопить два рубля на новую спортивную форму 46-го размера. Сделать предложение Оле. Если она откажет, жениться на Кате. А дальше фраза, я не могу читать, в медовый месяц. Съездить в Грузию. Говорят, там очень любят русских. В Тбилиси непременно посетить музей товарища Сталина имени товарища Ленина. Уговорить отца ветеранов встать на очередь на отдельную квартиру. А пока сделать в нашей коммунальной квартире замки на все кастрюли. Чтобы соседи удавились от того, что они не могут больше плюнуть нам в борщ. А главное, закончить институт не напрягаясь. Потому что, как говорят сокурсники, лучше иметь синий диплом и красное лицо, чем красный диплом. Да, правильно, и синее лицо. Через 10 лет запись в этом же дневнике. 30 лет. Как можно скорее закончить чертежи новой сверхзвуковой аэродинамической трубы, чтобы, вернувшись с симпозиума в Париже, мой друг Аркадий дал мне старшего инженера встать в очередь в партию, просить курить, прекратить объедаться на ночь, чай научиться пить без сахара и без заварки, вырвать два верхних зуба, съездить с женой в Болгарию или за границу, накопить 9 рублей на новую спортивную форму 52-го размера. Английский выучить до такой степени, чтобы мог свободно читать со словарем и прочесть всего Шекспира, хотя бы в переводе Маршака. С родителями разъехаться по-хорошему, нам две комнаты, мебель и книги. Им полное собрание сочинений Сталина, дети и бабушка. Через 10 лет, 40 лет, дела на год, несмотря на ошибки в чертежах, как можно скорее собрать аэродинамическую трубу, чтобы, вернувшись с Конгресса в Риме, Аркадий Михайлович, мой друг, дал мне старшего инженера бросить курить натощак. Более двух сигарет. Прекратить объедаться ночью. Поставить два верхних зуба. Вырвать четыре нижних. К зиме купить лыжи, по утрам делать полуторачасовые пробежки по балкону. И к лету похудеть настолько, чтобы в ноут-джинсах, которые Аркадий привез мне из Франции, мог не только стоять, но и сидеть. Английский выучить до такой степени, чтобы мог свободно читать англо-русский словарь. Купить машину. Если не удастся машину, то запорожец. Для этого добиться повышения зарплаты со 120 рублей до 140. И каждый месяц откладывать с них 360. Десять лет, еще прошло 50 лет. Несмотря на ошибки в чертежах и неправильную сборку, запустить аэродинамическую трубу. И если останусь жив, потребовать старшего инженера. Бросить курить, затягиваясь. Накопить денег сыну на новую спортивную форму 56-го размера. По утрам не забывать делать ласточку, держась за жену или за дверной косяк. Английский выучить до такой степени, чтобы мог прочесть, что написано на джинсах, которые сын привез из Грузии. Отца уговорить встать на учет в продуктовый льготный магазин для ветеранов, прозванный в народе «Спасибо Гитлеру». Женой хотя бы разок съездить в Подмосковье, из Подмосковного леса, привезти какую-нибудь корягу, похожую на Аркадия Михайловича. Поставить ее в прихожую и каждое утро, уходя на работу, пинать ногами. 60 лет. Дела на год. Устроить внука в детский сад с английским уклоном. И начать учить язык вместе с ним. Выйти из партии, креститься. Жену из запорожец поставить на капремонт. Количество присвиданий на балконе постепенно увеличить до трех. Летом с женой съездить впервые за границу, в Грузию. Перед поездкой выучить язык глухонемых, чтобы, не дай бог, не приняли за русских. К нашему с ней юбилею сделать ей подарок. Для этого продать кому-нибудь из иностранцев за деньги или за рубли свою первую спортивную форму. Майку с серпом и трусы с молотом по колено. Из морально устаревшей сверхзвуковой аэродинамической трубы сделать кондиционер для кухни. Чтоб все запахи со сверхзвуком перегонять к соседям. Семьдесят лет. Последняя запись в дневнике. Вчера мне исполнилось семьдесят лет. В гостях были Аркадий с Валей. Встретили их хлебом и солью. На больше денег не хватило. Зато веселились как в двадцать. Аркашка много рассказывал нам о Париже, Венеции, Неаполе. Но самое главное, он весь вечер завидовал мне. Тому, какой я замечательный инженер. В скольких странах он не был, а такого кондиционера, как у нас на кухне, нигде никогда не видел. Мы даже праздники не умеем праздновать. Да что же это такое? Мы забыли наши родные праздники. Вот Новый год наступает. А ведь никто толком не знает, что это за праздник. Думает, что это наступил Новый год. А почему 1 января? Нет никаких ни космических явлений, ни климатических при переходе с декабря на январь. Новый год начали праздновать впервые в Римляне. У нас Новый год появился при Петре Первом. Он был в Голландии, там его заразили сифилисом. Психика у него съехала, он возненавидел Россию, уничтожил одну треть населения российского. Сталин, мелкий хулиган в подворотне по сравнению с Петром Первым. Если историческую достоверность принять во внимание, и он ввел Новый год. Слово «год» не было, было слово «яр». «Яр» означало начало пригревающего солнца для будущего урожая. И праздновался начало «яра» 23 марта. 23 марта, потому что день становится длиннее ночи. Свет побеждает, день побеждает ночь. Свет побеждает. От слова «свет святой», между прочим. И праздновать надо утром, на рассвете, не пить, не курить. Вообще ничего не делать плохого. Очищаться, банька, какие-то травяные настои принимать, потому что на Красную Горку детей надо делать, чтобы дети были чистенькими, чтобы поколение вырастало новое, чистое, рот продолжать. А какие детей можно делать после того, как всю ночь бухаешь и обжираешься? Говорят, и дети такими вырастают. Новый год в марте встречала вся Европа, земледельцы. Мы, славяне, наследники земледельцев сия нашего материка. Не значит, что славяне в то время были, но народы протославянские говорили примерно на том же языке. Поэтому декабрь, дека, десятый месяц, а не двенадцатый. Потому что все народы празднули и начинают. И октябрь, восьмой месяц, а не десятый. Но римлянам был пофиг дым все эти праздники с солнцем, с луной, с этого бабок не настричь. Они собирали налоги. Особенно зимой замерзали реки, они могли собрать налоги с разных народов. И они праздновали окончание сбора налогов с порабощенных народов. Это на конец декабря. Будете праздновать Новый год? Знайте, вы празднуете сбор налогов римлянами. Это святой праздник для русских. Поэтому надо всю ночь пить. Жрать до утра. Ну чушня полная. Как встретишь Новый год, так его проведешь. Это правильная примета. Поэтому весь год и пьют потом. Кроме того, кто ночью веселится? Бесы. Во всех легендах, мифах и сказках. В 12 часов обычно главный бес собирает бесов. На веселуху. Вы понимаете, что происходит? Итак, прежде всего, я обращаюсь к тем, кто встречает Новый год вдали от дома. Кто несет нелегкую воинскую службу по всей нашей необъятной родине, вплоть до самых ее дальних рубежей. Дорогие солдаты и матросы. А также многочисленные офицеры, коих сегодня приходится по три на каждого солдата с матросом. Держитесь. В Новом году после сокращения армии вас останется совсем мало. А работа не убавится. И труд ваш по-прежнему будет нелегок. Строить генералам дачи, ремонтировать их квартиры, охранять жен во время шоппингов. Не отчаивайтесь, набирайтесь сил и здоровья. Ведь вам предстоит выжить в борьбе не только с врагом, но и с собственным начальством. Военнослужащим первогодкам у меня особое пожелание, чтобы Дед Мороз в Новый год забрал из армии всех дедов-отморозков. Поздравляя наших защитников, я не могу не поздравить и сотрудников доблестной милиции. Ведь милиция по-русски означает «милые лица». Правда, в следующем году вы станете полицейскими. Поэтому, следуя логике Дмитрия Медведева, вам хочется пожелать Merry Christmas, Happy New Year, the best wishes from Mr. President, really. И обращаюсь к вам, дорогие наши бойцы передовой линии фронта, наши защитники от наших детей, учителя. Чтобы ученики вас уважали в новом году, желаю вам в совершенстве овладеть приемами рукопашного боя и научиться принимать контрольные по СМСкам. Не сдавайтесь, и газация всея Руси – наш общий враг. А главное, и вам, и нашим доблестным врачам. Я искренне желаю, чтобы внедрение нанотехнологий впредь опробовали не только на ваших зарплатах. Мое особое обращение к тем, благодаря кому мы все еще, несмотря ни на что, крестьянам. От всей души желаю вам, чтобы модернизация сельского хозяйства в России не ограничилась появлением игры ферма на одноклассниках. И чтобы эта ферма перестала быть единственным местом в России, где сельхозпродукты продают лица славянской национальности. Поздравляю вас, уважаемые наши, самые смекалистые в мире ученые. Желаю вам, чтобы после строительства Сколково нам не пришлось в России собирать осколки бюджета, и чтобы в народе это Сколково не переименовали в Сколково-Сколково. Да, и чтобы утечка мозгов, повторяю, утечка мозгов из отчизны в новом году прекратилась не только из-за того, что отчизна наша в результате реформы образования этих мозгов лишилась. Вы знаете, дорогие друзья, как во всем мире уважают и ценят российских компьютерщиков, поэтому у меня к вам, наши юные гения, особое поздравление, особое пожелание. Желаю, желаю, желаю вам переплюнуть хакера Джулиана Ассанджа, написав ему новогоднее поздравление на главной странице сайта Пентагона. Появился в России помимо компьютерщиков еще один современный новый класс гастарбайтеры, дорогие вы наши. Ну не можем мы без вас в России обойтись, у нас же нехватка рабочей силы при тотальной безработице. Выручайте нас и впредь. Однако, чувствуя себя в России как дома, ремонтируйте дома так, чтобы наши жильцы тоже в них чувствовали себя как дома. Постарайтесь как можно реже путать выключатели света с дверными звонками, а если вам говорят покрасить фасад дома, это не означает закрасить его вместе с окнами. Не могу не обойти вниманием многочисленных народившихся за последнее время офисных работников. Сначала напомню всем, что только у нас в России офисные работники каждый день ровно в 18.00 выходят из сайта Одноклассники со словами «фу, рабочий день закончился». Поэтому в новом году желаю вам не забывать новую поговорку, «Кто в рабочее время пасется на сайте Одноклассники, в будущем непременно зарегистрируется на сайте Безработники». Кинорежиссерам желаю в грядущем году всего самого светлого, а то их чернуха всем так надоела. Единственное, кому в новом году могу пожелать как можно больше чернухи, это журналистам и ведущим теленовостей. В противном случае они останутся без работы. Особенно желаю им беречь Филиппа Киркорова, а также Сергея Зверева, Бориса Моисеева. Иначе телезрители в массе своей вообще перестанут интересоваться высоким искусством. Более всех, конечно, берегите Киркорова. Только он умеет каждый очередной зигзаг своего беспутства сделать достоянием всей республики. Самому же Филиппу я желаю, во-первых, если его все-таки вызовут в суд, давать показания не под фонограмму. Во-вторых, в новом году искупить свою вину. Ведь после того, что он сотворил с яблоком, он обязан теперь на ней не просто жениться, но и родить от нее ребенка. Ну, а всем поклонникам Филиппа, его фанам, я не советую расстраиваться. Расстраиваться. Подумаешь, ну, подрались две девочки. Завершая тему шоу-бизнеса, я хочу обратиться к представителям секс-меньшинства. Ой, искренне желаю вам, чтобы новый мэр Москвы был к вам снисходительным. И никогда не назначал гей-парад в один день с митингом фанатов Спартака. Кстати, уже ходят слухи, будто он вместе с торговыми палатками приказал снести Дом-2. А для наиболее провинившихся футбольных фанатов, которые в декабре месяце устроили бунт, ну, видимо, почувствовали себя декабристами, я считаю, надо устроить гражданскую казнь, привязать каждого к позорному столбу и разорвать над головой клубный шарфик. Дорогие спортсмены, вас хочется поздравить в стихах. Уходит старый год, шуршат его последние страницы. Пусть лучшее, что было, не уйдет. Ванкувер пусть не повторится. Это значит, что наших футболистов и хоккеистов я призываю в следующем году играть за Россию, а не за бабки. Иначе останется один выход. Дабы футбольная сборная начала соответствовать своему уровню, перестать нас огорчать, ей придется присвоить статус паралимпийской. Много-много кого сегодня хочется поздравить. К примеру, представители Гламур, обитатели Рублевки. Они ведь тоже у нас сегодня выделились в особый первый класс. И им хочется пожелать, чтобы зимой дорогу к их дворцам дворники не только посыпали солью, но и забрасывали дольками лимона, заливая текилой. Работникам модных салонов, вам желаю в новом году научиться стричь не только бабки, но и клиентов. Официантам желаю, чтобы в новом году нашему президенту не пришла в голову мысль вас всех переменять в гарсонов. Практологам желаю в новом году не уходить с головой в работу. Летчикам, чтобы предписанию неосмокинг следовали не только пассажиры, но и исландские. Вулкан Эфь, я тлаю кудль. Ипотечники. Скорее всего в новом году вырастут цены, поэтому желаю ипотечникам не превратиться в сердечников, экстрасенсы, победителей передачи битвы экстрасенсов. У меня к вам не пожелание, а просто приходите в новом году работать в гидромедцентре. Руководству автоваза хочу пожелать, чтобы в новом году премьер-министр провел еще более убедительную рекламную кампанию вашей продукции. Например, опустился на дно Байкала в автомобиле Лада Калина. И тем самым опроверг мнение, будто эта машина в воде не тонет. Работникам МЧС желаю, чтобы елочки зажигались только под Новый год, а не в разгар лета. И помните, дорогие работники МЧС, мы в вас нуждаемся каждый день. Наконец-то я обращаюсь к вам, наши добрые друзья, братья белорусы и украинцы. Желаю, чтобы в новом году российский голубой огонек, голубой огонек, голубой огонек, вы смотрели не только 31 по телевизору, но и весь год у себя на кухне. Нашим братьям-белорусам особое пожелание помнить, и главное для вас в новом году это хорошо кушать и батьку слушать. Потому что если не будете слушать батьку, кушать будете не дома. Кстати, открой секрет, когда Лукашенко победил на президентских выборах в четвертый раз, он решил поблагодарить Бога. Поднял к небу руку и сказал, дай пять. Кстати, поздравить лично Лукашенко, я считаю, надо с новым сроком. И пожелать в грядущем году успехов в программе «Догнать и перегнать Фиделя Кастро». Самые сердечные пожелания тем, на ком держится наша российская жизнь, нашим милым женщинам, после новогодних праздников, терпения вам, сил, мужества, особенно во время обряда после новогоднего взвешивания на весах. Желаю вам также в новом году мужской ласки, а если повезет, то и норки. Мужчины, берегите наших женщин, не доводите их в новом году до слез, дайте им денег до того, как они начнут плакать. Кстати, всем женатым мужчинам хочу напомнить, наступает год обычного кота, а не ученого. Поэтому не советую ходить налево и рассказывать женам сказки. А всех бабников предупреждаю, по японскому календарю острого Сикаси-Накаси наступает год не обычного кота, а кастрированного. Наконец, самое главное, дорогие наши мужчины, помните основную заповедь женатого мужчины, недостаток в семье, это когда прибыль быстрее жены. Особенно хочу поздравить всех российских родителей, которые продолжают заботиться о своих детях, даже после того, как те уходят на пенсию, всем тещам. Желаю, чтобы их зитя в новом году не порвали два баяна. Одиноким женщинам встретить такого Деда Мороза, который будет исполнять их желание всю новогоднюю ночь. Ведь, согласно примете, как проведешь новогоднюю ночь, так пройдет весь год. Блондинкам советую встречать Новый год на фабрике Красный Октябрь. Тогда у них в новом году точно все будет в шоколаде. Я не могу не обратиться к тем, кто наравне с нефтью и газом во всем мире поддерживает любовь к нашей родине, к путанам. Я желаю, чтобы в результате всеобщей модернизации вас не обязали принимать к оплате кредитные карточки, выдавать клиентам чеки и не заставили обзавестись кассовыми аппаратами. Но более всего я желаю вам, милые наши девушки с заниженной планкой социальной ответственности, того, чего вам не хватает более всего в жизни – любви. Ну и, наконец, те, кого поздравили вообще не хочется, а надо. Наши не просто дорогие, а самые дорогие в мире чиновники. Не забывайте, хорошим чиновникам Дед Мороз приносит подарки плохим передачам. И не надо думать, что высокие технологии – это всего лишь переход на взятки и откаты в электронном виде. Всем членам партии «Единая Россия» желаю, чтобы бабушки и дедушки не пугали больше своих детей страшным словом «Единороссы». Типа не будешь спать, тебя заберет «Едроз» красный нос. И чтобы в народе вашу партию перестали называть «Когда-нибудь доедим Россию». И чтобы вы приняли в свою партию не только Борю Моисеева, а и остальных звезд эстрады. Конечно же, для поднятия имиджа партии. А то, что получается – лицо партии «Грызло», а член партии «Моисеев». Всем-всем-всем российским политикам от души желаю не потерять самое дорогое, что у них есть доверие президента. Да, особенно трудным выдался уходящий год для Юрия Михайловича Лужкова. Желаю ему в новом году потуже затянуть кепку и попытаться хоть как-то прожить на деньги жены. И еще желаю, чтобы в новом году известные в народе тюрьму «Бутырку» не переименовали в «Батурку». Новому мэру Москвы Сергею Собянину хочется пожелать, чтобы москвичи в новогоднюю ночь стреляли на улицах только от шампанского. И пробки на дорогах мы видели тоже только от шампанского. А его карьера была такой же белоснежной, как его шевелюра. И не надо, пожалуйста, переносить никуда памятник Петру Первому. Ведь если на Москву когда-нибудь нападет Годзилла и встретится лицом к лицу с нашим Петром, она покончит жизнь с суицидом, и Москва наша будет спасена. Наконец, мои главные поздравления и пожелания нашим любимым президентам. В первую очередь хочется поблагодарить того президента, который президент, за то, что он пообещал в новом году решить все проблемы россиян, а заодно поблагодарить и премьера за то, что он пообещал решить все проблемы президента. Еще желаю нашему президенту порой осторожнее выражаться, например, когда он говорит, что у него в стране все под контролем, учитывая последние заслуги Киркорова и Путина, добавлять, кроме певцов. Хочется ему пожелать также выполнить свое обещание и как можно строже наказать всех участников события на Манежной площади, арестовать и отправить на принудительное изучение модернизации и нанотехнологий. И не забывайте, дорогой Дмитрий Анатольевич, народ вас любя сокращенно называет дам Дмитрий Анатольевич Медведев. Поэтому в новогоднюю ночь чаще всего наши российские люди будут пить за вас, за дам. И, конечно, от души хочется поздравить нашего мачо, премьера, пожелать ему в будущем году окончательно добить главного врага российского человечества Англию, выпустить диск с песнями в собственном исполнении на английском языке. И чтобы непременно на этом диске ему подпевал министр спорта Мутко. И тоже на английском. Обязательно. И, наконец, всем, 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 поскольку по восточному календарю в следующий год объявлен годом кролика, желаю всем россиянам от рассвета до заката из последних сил бороться за улучшение демографической ситуации в России, а также заботиться о своем здоровье. К концу следующего года мы обязаны подойти в хорошей форме, здоровыми, как-никак, в следующую новогоднюю ночь. У нас намечен конец света. На россиянах особая ответственность, ведь только у нас он наступит дважды, по новому стилю и по старому. Представляете, на земле никого нет, а у нас 13 дней праздников. Берегите себя, дорогие россияне. С новым обнадеживающим годом! И постарайтесь за эти 13 новогодних праздников не превратиться в хлопушечное мясо. А с вами мы встретимся ровно через год на этом месте. С новым обнадеживающим вас годом! Спонсор пузырьков шампанского «Газпром». Люди со скудаумным, с таким форматным мышлением, они обычно говорят, я не могу это говорить. Вот здоровье, счастье долгих лет, ничего не сбывается никогда. Но мне надо что-то вам пожелать на Новый год. И я хочу вам пожелать. Первое. Не обжирайтесь в Новый год. Потому что это абсурд. Всю ночь люди едят то, что покупали декабрь месяц. Что это за праздник такой? Вообще, я повторю то, что я уже говорил пару раз на телевидении, но не все же смотрят эти передачи. Новый год – это один из самых абсурдных праздников. Конечно, наши предки праздновали, и мы должны его праздновать, но это административный праздник, это не праздник природы. Этот праздник ввел кто? Петр Первый. Не было до этого. Наши предки праздновали в марте, потому что в марте день становится длиннее ночи, это значит, свет победил тьму. Вот что такое Новый год. А этот Новый год римляне в свое время его праздновали. Ведь Петр Первый ввел римский календарь Цезаря. Это только у русских православные могли взять языческий календарь. И большинство сегодня даже не понимает этого, потому что пытливость ума потеряна. Вообще такое слабоумие есть у нас в стране. И никто не понимает, что такое Новый год. Новый год – это римляне зимой замерзли реки, стали дорогами. Они собирали налоги с тех стран, которые они завоевали. И праздновали сбор налогов. Почему я должен ожираться всю ночь в честь того, что римляне собрали налоги? Кроме того, ночью вообще я желаю вам отпраздновать Новый год, потому что традиция есть традиция. Весело, елка, классно, все здорово. И побыстрее лечь спать. Так что я желаю вам в Новом году меньше объедаться, почаще читать русскую классическую литературу, вместо того, чтобы смотреть новости и отдыхать, уметь на природе, когда есть время. Вот это вот то, что я сказал, и означает счастье, здоровье долгих лет. Вообще, когда люди встречают Новый год, мне очень нравится вот такой тост, который они произносят. Ну давай, за здоровье выпьем. Вот обратите мое внимание, пить за здоровье это то же самое, что воевать за мир. Это, а еще мне нравится, говорят друг другу, ну давай в новогоднюю ночь долгих тебе лет жизни. После того, что ты съешь в эту ночь, тебе вообще жить два дня останется. Ведь столько съесть ни в одну новогоднюю ночь не может никто. Знаете, я встречал в Париже Новый год однажды. Я был разочарован. Половина первого, все разошлись по домам. Все. Они энергетически, видите ли, устали во время празднования Рождества Христова. Слабаки. Вот мы нормальные ребята. Мы и их Рождество, и наше Рождество. И по старому стилю, и по новому стилю. Это же никому в мире не обрести, что такое старый Новый год. Вы попробуйте когда-нибудь. Я в Швейцарии был 13 января однажды. Официант спрашивает, что сегодня празднуют русские? Потому что наши разгулялись. Катю Лель завезли на Альпы туда-то. Над горами Сисипуси, Мисиваси. Вот это-то. Привезли Эдди Мерфи. Надели на него русскую народную рубаху. Он под балалайку пел частушки. Нормально. Официант спрашивает, что сегодня празднуют русские? Я ему говорю, Эл Нью Е. Он ушел, больше не появлялся. Все. У него там на кухне ломка мировоззрения началась. А я еще... Вот энергия, да, у наших. А я еще приехал, вернулся в Москву в конце января. А мне звонят друзья, говорят, пойдем отпразднуем. Я спрашиваю, что? Он говорит, ты не знаешь, китайский Новый Год. Ну для нас, православных, ну святое дело китайский Новый Год отпраздновать. Но больше всего меня радует, как наши празднуют новогоднюю ночь. Только наши могут 15 дней перед Новым Годом закупать продукты, чтобы съесть их в одну ночь. До 24.00 это... Это не еда. Это проводы старого года. Это разминка перед едой. Это мясная, колбасная нарезочка, грибочки, орешки, помидорчики, соленья. Это селедочка под шубой, бульончик, пирожки. Это все разминка. Давай. Большого тебе человеческого счастья. Мне очень нравится человеческого, как будто где-то есть нечеловеческое счастье. В 24.00 поздравление главы государства. Новый Год наступил, можно и поесть. Жена, что там у тебя есть поесть? А женщины, о них особые слова хочется сказать. В новогоднюю ночь она не особенно красива. 31 декабря они все по салонам. С утра ноготки, как у любовниц Дракулы. Это не руки, это виллы. На головах не прически, нет. Виадуки, замки какие-то средневековые. Птичьи гнезда, причем африканских птиц гнезда. Вот такие вот. Они очень красивы, наши женщины. 31 декабря до часу ночи. В час ночи. На это лучше не смотреть. Это уже где-то опало. Гнездо разрушилось, тут отклеилось. Я встречал в компании поп-звезд однажды. Пришла поп-звезда. Такая красавица. В 2 часа ночи баба-яга передо мной сидит. А к 3 часам ночи у нее груди упали об стол. Я не знаю, может на пластыре были приклеены. Вспотела грудь, обвалилась это все. А еще ночью устают ноги у наших женщин. И они, будучи в платьях длинных, надевают эти убитые хозяевами тапочки. С подмятыми задниками. Еще дед на зоне подмял эти задники. В длинных вечерних платьях и в домашних тапочках это балерины в калошах вообще. Но волнуются. Вот это очень трогательно. Полночи наши женщины волнуются. Они вот так делают. Руками говорят. Ой, право, не знаю, холодец застынет или нет. В 2 часа ночи мужик орет. Что там с холодцом? Жрать охота. Ему еще жрать охота. Появляется эта целлюлитная жижица. С недобритым копытцем поросячим. Кусочки кожи с волосиками свинячьи. И мужик, жуя холодец, говорит. А Наполеон будет? Мужики обожают бороться с Наполеоном. Ну, в силу некоторой ностальгии по нашей мощи державной, нашего отечества. Не съест, так понадкусывай. Но самая такая картинка, которая мне еще больше нравится, это 6 утра. Мужик смотрит на недоеденное на столе. А там, там голова гуся в бабочке. Вот осталось все. Салат остался недоеденным. Но его трогать нельзя, там спит гость. А мужик, он уже не раз застегивал рубашку за эту ночь. У него пуговица вот этой стороны, на дырочку вот этой стороны. А вот это из ширинки, вот это вот. А есть примета. Как встретил Новый год, так его и проведешь. И он смотрит на это все, говорит. Ну, завтра хоть позавтракаю, нормально. Вспоминаю древнюю мудрость. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Это очень точно. А продолжая эту мысль, должен сказать, что никто, так как русские люди, действительно в мире Новый год не встречают. Ведь согласитесь, это только наши люди могут 20 дней перед Новым годом закупать продукты. Чтобы съесть их в одну ночь. Причем до 24.00 это ведь не еда. Это проводы старого года. Это разминка. Это колбасная нарезочка, мясная, рыбная нарезочка, винегретик в шубе, пирожки, бульончик. Потом мне очень нравится у большинства вот это, я это называю теперь национальное русское блюдо. Икра на полуяйцах. Вот такая. Салатик. У кого тазик, у кого ванни, он вообще уже наструган. 24.00. Новый год наступил. Поздравление главы государства. Можно и поесть. А жены, милые женщины, какие же вы красивые в Новый год. Вот я даже сейчас смотрю на вас, думаю, как же я прав. А Новый год для женщин особый праздник. Им почему-то 31 декабря кажется, что завтра уже все будет по-другому в жизни. Что и дом будет другой, и квартира будет другая, и муж будет хороший завтра. И они такие с утра по салонам, эти женщины ходят. У них это не ногти, это не ноготки, это пальцы любовниц Дракулы. Вот это у всех. Это не руки, это виллы. На головах не прически, это птичьи гнезда. Вот эти, причем африканских птиц, виадуки. Такие красивые наши женщины в Новый год где-то до часу ночи. В час ночи на это лучше не смотреть. Это тут упалось. Гнезда развалились. Тут отклеилось, здесь сломалось. И вот этот страшный момент для меня, это когда женщины, они все еще в длинных вечерних платьях, но у них устали ноги. И они скидывают каблучки и надевают, вот, смеют, домашние тапочки. Вот эти убитые хозяевами. Еще в 30-м году дед сносил эти тапочки на зоне. И в длинных платьях, и в домашних тапочках, это, ну, балерины в калошах. Вот, я в компании поп-звезд однажды встречал, будет не при поп-звездах сказано, но пришла поп-звезда, такая красивая на встречу Нового года. Ну, ну, роскошная была красавица. И сидела напротив меня. В три часа ночи баба-яга передо мной сидит. А в 4 утра у нее груди упали об стол. Вот так вот. Я не знаю, на чем они держались. Может, на пластыре там, я не знаю, тело вспотело. Но все равно, как-то эта наблюдашка у вас особый ажиотаж вызвала. Но все равно, женщины очень трогательные в эту ночь, несмотря ни на что. Их все равно волнует вопрос заботы о мужчине. И большинство так вот всю ночь вот так вот рукой делают. Говорят, ой, право, не знаю. А тут течет уже все. Говорят, ой, право, не знаю, холодец застынет или нет. Вот эта забота о холодце, она так трогательная. В 2 часа ночи мужик орет, что там с холодцом? Жрать охота. Ему еще жрать охота в 2 часа ночи. Появляется вот этот холодец, целлюлитное желе такое. С недобритым поросячим копытцем. Такие кожи, треугольнички свинячей кожи плавают там в нем, такие с волосиками. И вот этот, этот, этот знаменательный момент для мужиков. Что хрен? Спокойно. У нее аж слюньки потекли. Говорит, хрен обязателен, говорит она. Да, обязателен. И мужик вот наворачивает этот холодец и говорит, а Наполеон будет. Ему важно, чтобы... Вот русский народ обожает бороться с Наполеоном в новогоднюю ночь. Это напоминает о былой мощи нашей державы. Не съест, так понадкусывает это. Все. Ну и самый такой момент правильный, это утро. Вот самый такой точный момент, это на утро мужик смотрит на недоеденное. А он бы еще поел. Но, чтобы две икринки забросить, ему на цыпочки встать надо, иначе туда не зайдет. А там голова гуся лежит в бабочке на столе. Салат, но его есть нельзя, там человек. А мужик в Новый год, он под утро выглядит так. У него пуговичка вот эта, на дырочку вот эту. Живот как рюкзак альпиниста. Потому что он же все съел, что 20 дней покупала, жена. Тут пупок торчит, надутый. А вот эта рубашка из ширинки. А как встретишь Новый год, так его собственно и проведешь. Я вообще считаю, что вот национальная идея нашей страны, это перестать обживаться. Сколько есть, сколько наши люди, никогда, никакой Новый год не выручит. Друзья мои, я желаю вам не просто счастливого Нового года. Это, на мой взгляд, слова обычные. Я желаю вам так встретить Новый год всем, как хотите, чтобы он прошел. Все! АПЛОДИСМЕНТЫ